Отлично. Ну, добрый вечер, я продолжаю нашу серию уроков по книге «Урод от Шива Равкуха». Мы уже на предпоследней шестнадцатой главе. Мы начнем с отрывка, который у меня в книге нет. Он коротенький, я его сейчас увидел. Он тоже очень хороший, мы с него начнем сейчас. Я не буду читать и в рейт, я сразу начну с перевода. Перевод весь сделанный искусственным интеллектом. Программа называется «Клауды». Я писал об этом в чате в нашем. Так что, если будут какие-то недочеты, мы по ходу дела будем его исправлять. Давайте. По завершении любого видения след определить все хорошее в его части и сохранить их как жизненное достояние. Ой, я не сделал шерк для нас. А также устранить любой след порчи, зная безобразие, содержащиеся в них. Затем возвести их к высшему корневому источнику, их происхождение в качестве тайны раскаяния, которое должно явиться как подпись под каждой важной главой событий жизни. Ну вот здесь я сразу скажу. Видение мне не нравится, мне очень нравится, как это переведено. Но великий – это слово «хазон». Это используется как и пророческое видение. Можно это в данном случае перевести как идеал. какое-то стремление к чему. Это отрывок важный для меня. То есть я не знаю, насколько давно, но я как бы очень… Ну, для меня тоже это много о чем говорит. Значит, равенство говорит такую вещь. Любой большой идеал, любой взгляд на мир, любое видение. Хорошее или похуже немножко. Да, ну давайте возьмем хорошее. А может быть и плохое. То есть любой идеал – это смесь хороших и плохих вещей. Поэтому если идеал хороший, мы решили, что его нужно приобрести. Нужно обратить серьезное внимание на то, может быть, не с самого начала, может быть, попозже, но обязательно. Да? Нужно обратить пристальное внимание на то, какие у этого идеала есть отрицательные, могут быть, стороны. И у любого самого лучшего идеала есть в обязательном порядке отрицательные стороны. Если этого идеала куда-нибудь мы напихаем слишком много, да, то есть вот… Пересол на спине, да. То есть если какого-то идеала, любого мы напихаем слишком много, или не в том месте, где нужно, или опять-таки воспользуемся его нехорошими качествами, это будет плохо. Взяли хорошее тело – получилось плохо. То же самое с какими-то плохими вещами. Есть какое-то плохое мировоззрение, которое я хочу выбросить. Я скорее решил, что все, не надо быть. Например, я, возьмем, например, наелся в свое время социализма и сказал, в какой-то момент все, хватит. Поели и будет. Хорошо. Давайте это выбросим. Хорошо. Будет теперь капиталист. Здорово. Молодец. Когда мы выбрасываем что-то плохое, и то, что мы решили, что это плохое, то же самое. Нужно обратить пристальное внимание, а что хорошего за тем плохим, я выбрасываю. Не выплескивать так же младенца вместе с грязной водой. Да, то есть страх здесь не упоминает. Он говорит видение, да, то есть может быть, в общем-то, может быть, как мировоззрение. Либо я его принимаю, либо я его выбрасываю. Нужно его посмотреть внимательно и разделить. Что в нем хорошее, а что в плохое? Хорошее взять, плохое. Или оставить, да, плохое, соответственно, разделить. Давайте теперь вернемся. По завершении любого видения встает определить все хорошие его части и сохранить их как жизненное настояние. А также устранить любой след порчи, зла и безобразия, содержащиеся в нем любой взгляд на мир, любой идеал, любое видение. В нем есть хорошие и плохие части. Даже идеалы, которые мы считаем только хорошими, как, например, милосердные, в них тоже есть испорченные, неотвратительные, плохие части. И наоборот. Какие-то вещи, которые мы считаем однозначно плохими, гордыня, например, злость и так далее, в них, безусловно, есть что-то положительное. Устранить любой след порчи, зла и безобразия, содержащиеся в них, и затем возвести их к высшему корневому источнику в происхождении в качестве тайны раскаяния, которое должно явиться как подпись под каждой важной главой событий жизни. У меня есть вопрос. Как я этот отрывок вижу тоже, в общем-то, более-менее первый раз, то у меня нет правильного ответа. У меня есть предложение, которое я хочу предложить. Но сперва я хочу спросить у вас. А, собственно говоря, при чем здесь раскаяние? Правда вам хорошо и красиво объясняют, что любая идея, которая есть, нужно внимательно посмотреть на нее, делить ее хорошие и плохие части. Хорошие части оставить как жизненное достояние, а плохие именно выбросить из любой идеи, даже которая изначально, как и отца, полностью положительной или полностью отрицательной. Жестокость достояния. Затем возвести их к высшему корневому источнику их происхождения в качестве тайны раскаяния, которое должно явиться как подпись под каждой важной главой событий жизни. Ну, равным объясняет, что нужно делить любые идеи и все, что происходит. Хорошо. Выходит отношение имеет постоянность. Вроде бы, как это самое. Вроде бы не имеет. Как вы считаете? Нет предложений? Ну, у меня, как всегда, есть что сказать. Ну, по прошествии времени мы можем судить о всем положительном и отрицательном и посмотреть, что хорошего нам дал этот отрицательный опыт. Это и есть как бы, ну, вот как чува, что ли, на этот опыт. То есть раскаяние такое. То есть я, как это сказать-то. Вот этот отрицательный опыт я пережил, но, видимо, может, я сам не заметил. Видимо, я что-то сделал, что он превратился в положительный. То есть надо внимательно очень посмотреть. Наверное, так. Хорошо. Хорошо. Есть у кого-то еще предложения? Хорошо. Давайте я предложу вам, что я подумаю по этому поводу. Я не претендую на истину в последней инстанции, но это мысли, которые мне пришли в голову. Взять каждую идею, взять все, что произошло, и не выбрасывать ее полностью, потому что это плохо, или не принимать ее полностью, потому что это хорошо, по-моему, это тоже входит в определение, что вы вообще принципиально. вот это вот внимательно посмотреть, глубоким взглядом углубиться, понять, вот в этом хорошем, что хорошего я себе оставляю, а что плохого я выбрасываю. Вот в этом плохом, что тем не менее я что-то хорошее, что я хочу себе оставить, и что плохое, что я так и тебя выбрасываю. Это, может быть, само по себе и называется джуба. Когда я смотрю на все, что я сделал, на все, что произошло, а также на свои мысли, на свои мировоззрения, на свои идеи, или идеи, которые я принял, и постоянно их подвергаю новому и новому анализу. Секундочку. В прошлый раз я этот пирожок разрезал на 8 частей, 3 выбросил и 5 оставил. Хорошо, молодец. А может быть, сейчас мы посмотрим внимательно еще раз. Из тех 5, что мы оставили, мы решим, что половинку еще нужно выбросить. А из тех 3, что мы выбросили, мы решим, что половинку стоит забрать обратно. То есть постоянно перемалывать эту муку, постоянно быть с рукой на пульсе и постоянно подвергать критике свои собственные не только действия, конечно. Это понятно, что это тшува. Но также мысли и мировоззрение, идеалы. Так, что здесь хорошего, а что здесь плохого? Потому что очень часто, особенно в горячке тшувы, мы очень часто решаем выбросить все, что мы называем плохим, не обращая внимания, что много хорошего. И наоборот. Мы берем, загребаем жар двумя руками все, что хорошее, не обращая внимания, что там может быть что-то плохого. Может быть, для начала, для первого этапа это правильно. Не нужно особенно разбираться, все плохое выкинь, все хорошее возьми. Но когда ты повзрослел, какое-то время ты уже внутри, ты понимаешь, что к чему. Пришло время, так сказать самое там, все, что ты выкинул сразу, теперь решить, не поспешил ли ты, а выкинуть нужно было только четверть из того, что ты выкинул. И наоборот, все, что ты взял, нужно было взять только две трети. А треть может быть стоит оставить. То есть, да, я под заключение только. Может быть, действительно на первом этапе правильно быть, грубо себя вести, хорошее взять, плохое выбрать, все хорошо. Но, видимо, все-таки путь шувы, как путь жизни, это путь постоянно смотреть и углубляться в, ну, конечно, что я сделал, что я делаю, как я это делаю. И не только искать плохое, но и с тем же усердием искать хорошее. То есть, мы тоже любим искать в себе плохое. И здесь я сделал плохо, и там я сделал плохо. Это, безусловно, чувак. На тот момент, когда я ищу только плохое, а не ищу хорошее, это уже чувак, который охромает. Кушать себя, это невкусно, и это, в конце концов, может быть, нет шув. Шува, как мы уже учили в протяжении всей нашей книги, это радостный процесс, даже если он предоставляет боль. Если он предоставляет только боль, ничего радостного и приятного в нем нету, то, может быть, я занимаюсь мазохизмом. Соответственно, мы ищем, постоянно занимаемся как бы самосозерцанием, постоянно занимаемся самосудом, проверяем постоянно, что мы делаем, что мы думаем и наше мировоззрение, и постоянно через сито проходим. И то, что уже пропустили через сито, пропускаем еще раз, а то, что уже мы выбросили, тоже пропускаем, вдруг мы там что выбросили в хорошее, что тоже не стоит выбрасывать. Так я вижу эту, теперь, соответственно, после того, как мы сделали это разделение, отделили от любого проявления чего-то хорошее от плохого, вернулись и разделили еще раз, это уже мы можем поднять к его высшему корню и в качестве тайны раскаяния, и это как подпись под каждой важной главой событий жизни. То есть что-то серьезное произошло, давайте хорошо это делаться. так мне это кажется. Вот, пожалуйста, как вы хотите это прокомментировать, если да, да, если нет, нет, мы тогда перейдем скоро к следующему отрывку, которая тоже очень хорошая. Натан, я хотела немножечко вас чуть-чуть дополнить, что на самом деле вообще нет ничего однозначно плохого и однозначно хорошего. Опыт, он всегда опыт, отрицательный, положительный, он всегда опыт. И периодически надо возвращаться. Почему-то ты имел такое мировоззрение, значит, что-то в душе тебя притянуло туда. Периодически надо всегда возвращаться к своей жизни, к курсу своей жизни. Если ты когда-то был не согласен, потом, возможно, ты согласишься. Как родители мы начинаем слушать только после 30, а то и к 40, понимаете? Начинаем понимать. Вот то же самое, мне кажется. И вот такое маленькое дополнение, что всегда надо все в какой-то ларечек складывать и беречь. Потому что это твой опыт, твоя жизнь. Себя надо любить. Себя надо любить. Да, это безусловно. Согласен. Спасибо большое, Виктория. Кто-то еще хочет добавить что-то? Если нет, жалко, конечно. Мы перейдем к следующему отрывку. Его я уже видел. И он классный. Он потрясающий. Он основан на Мидрашах. На начало Торы. На начало книги Бытия. Но вообще он тоже по жизни очень интересен. Ну давайте посмотрим текст. Итак, мы урод от Шува. У нас шестнадцатая глава. И второй абзац. Второй со звездочками мы выучили. И сейчас у нас второй просто. Второй без всяких звездок. А, нет, нет. Прошу прощения. У нас был абзац. У нас был абзац. Первый с одной звездочкой. Потом первый с двумя звездочками. Сейчас у нас второе. Вот так вот. Всё. Я бы понял. Отлично. Итак. Итого второе. Второе. Начинаем сразу по-русски. Мрачность Бытия. Ну хорошо. Пусть будет мрачность. Тьма, мрачность Бытия покрыта напрасными страхами. Тени которых распространяются на души индивидов и общества. на душу мира, связанную условиями давления и законами, ограничивающую его истинную свободу. Кающийся боится, что его грехи уже погубили его, и что надежда его уже потеряла. И он не знает, что внутри его страха уже заложены все светочи его спасения. Земля также боялась и не дала и не произвела полноценное дерево, чтобы его вкус был как вкус его плодов. Луна побоялась соперничества двух царей под одной короной. Человечество боится ясных и возвышенных ценностей и свобод. Весь этот мир боится появления грядущего великого и святого. Действительно, из сокровищницы уверенности в Бога приходит покой, и страх исчезает своей основе. И могучая башня, имя Господа, убежище для праведного и его спасения. И в святости уверенности будут исправлены, и святости уверенности в Бога будут исправлены недостатки миров и всего, что в них есть. Упывайте на Господа в обе, ибо Господь Бог твердыня вечна. Хороший тоже очень отрывок. Я его люблю. Сейчас мы вернемся к нему, начнем его разбирать. Но до этого правдить говорит против страха. Страх, в общем-то, это хорошая штука. Без страха мы бы вели себя как сумасшедшие. Страх нам нужен. Со страхом начинается быть проблема, когда он слишком. И вся наша жизнь наполнена вот этими вот излишними страхами. И нам здесь нужно сейчас будет понять, что это такое уверенность, упование на Бога. Я подумал, я тоже предложу свое прочтение. Ну, давайте пока посмотрим, что у нас есть. Итак. Мрачность бытья покрыта напрасными страхами. Тени которых распространяются на души индивидов и общества, на душу мира, связанными условиями давления и законами, ограничивающими его истинную свободу. То есть абсолютно истинная свобода. Она есть в основном в высших мирах. У нас свобода тоже есть. Несмотря на то, что мир своими законами и ограничениями пытается сказать, что нет никакой свободы, где есть детерминил. Свобода есть. Она, конечно, ограничивает в этом мире. Но она, безусловно, есть. С чем мир пытается спорить? Из этого отрицания истинной свободы у нас рождаются напрасные страны. Итак. Баль – чувак, кающийся. Чего он боится? Он боится, на самом-то деле, что чувак по-настоящему не работает. Это так. Красивый рассказ. По-настоящему из-за своих великих грехов ему положено это самое. Закончить свое существование. И в этом премном мире, и в любом другом, он не достоин ничего и никого и так далее. Да? Что его грехи уже погубили, и что его надежды уже потерят. Это действительно реальный страх того, кто делает чувак. Человек переживает, несмотря на всю свою чувак. Он может сказать, что чувак у меня, на самом-то деле, не искренняя, не настоящая. Он может, не признавая себя, не верить, что чувак вообще работает. Что есть такая штука? Кающийся боится, что, несмотря ни на какие его возвращения непонятно куда, он все равно уже вырезан из этого и из грядущего мира. Что его грехи уже погубили его, и что его надежда уже потеряна. И он не знает, что внутри его страха уже заложены все светочи его спасения. То, что серьезно относишься к грехам и боишься, что из этого тебе прилетит по шапке, это самая реклама тоже немножко хорошо. Теперь, от большего, от грешника, от кающегося, мы переходим к земле. Земля тоже боялась и не дала дереву полноценно произрастать, чтобы его вкус был, как вкус его плодов. Здесь, конечно, аллегорическая отсылка к книге Бытия, где Всевышний приказал земле сделать буквально дерево, плодовое дерево с плодами. Что-то такое. То есть, мудрецы объясняют, что приказ был, чтобы и вкус дерева, и вкус плодов, чтобы дерево было такое же вкусное, как и плод. Медраж говорит, что земля ослушалась и решила сама, как лучше, и сделала дерево, которое не со вкусом плодов. Плоды вкусные, дерево не очень. Азрав сюда это приводит. Земля также боялась и не дала дереву полноценно произрастать, чтобы его вкус был, как вкус его плодов. В другом месте он объясняет этот медраж, и он говорит, что это имеется в виду, что нам вкусно достижение цели, а дорога, она не очень вкусная, пресная. Мы предпочитаем перейти сразу к цели без пути. А приказание, чтобы путь был такой же вкусный, как достижение цели, это, в общем-то, осознание и понимание того, что вот посредине того, что я не хочу тут, не знаю, там, зубрить математику, учиться на врачах, я хочу учить людей, что понимание было бы таким же, таким глубоким, что и во время зубрежки математики или подготовки к экзаменам мне тоже было бы так же хорошо, как будто я уже достиг своей цели, ради которой я старался. Но неважно. В данном случае Земля тоже испугалась, и непонятно чего, кстати. И это тоже у нас напрасные страхи. От земли мы переходим к небесным телам. Луна боялась соперничества двух царей под одной короной. Это тоже мидраж, тоже на книгу бытия, когда сказано, что Всевышний создал два светила великих, а сразу потом сказано, одно большое, а второе малое решили. Либо два великих, либо одно большое, другое малое. Мидраж приводит целый диалог, как Луна пришла жаловаться Всевышнему, что не могут двое царей с одной короной, служить с одной короной. Не может быть двух лады. И тогда Всевышний сказал ей, ты права, хорошо, иди уменьши себя. Там мидраж потом продолжает, там много еще нечестно происходит. Брат здесь говорит, что Луна испугалась соперничества двух царей под одной короной. То есть у нас первый, кто слишком боится больше, чем нужно, это тот, кто делает шиву, человек. Вторая – это Земля. И третья – это Луна. Теперь, четвертый – это интересно. Весь этот мир боится появления грядущего, великого и святого мира. То есть вот, кто-то сильно привязан к этому миру, весь этот мир, он действительно очень сильно боится грядущего. Почему? Что он думает? Прилет в будущий мир, а меня отменят, изничтожат, выбросят за ненадобностью. А что ж такое? Как же это? Страшно очень. Не хочу. Это тоже такой вот, знаете, страх. Да поджилом. Весь этот мир. И все, которые связаны с этим миром, они очень боятся в этом смысле грядущего. И, кстати, надо подумать, почему этот страх, он безосновательный. Вроде бы страх правильный. Перейдем к следующему миру. Этот миру, как это, положил в гнезу, выбросил за ненадобностью. Так почему раб называет это, как он говорит, напрасный и страшный. Вроде страх настоящий. Правильно, да? И после дворов говорит про упование на Всевышнего. Действительно, из сокровищницы уверенности приходят в покой. Уверенности в Боге, да? Это бетахон тоже написано. И страх исчезает в своей основе. И могучая башня, имя Господа, убежище для праведного. И он будет в безопасности. И в святой верности будут исправлены недостатки миров и всего, что в них есть. И уповайте на Господа вовек, ибо Господь Бог твердыня вечная. Я попытаюсь рассказать, как я понимаю смысл упования на Бога. Если упование, это вера и жизнь в том, что мир, он не заброшен. Что Бог, он не сотворил мир и ушел по своим делам. Что мир, он не заброшен. Тогда неважно, Бог мне ответил на мою просьбу или нет. Неважно, все происходит, как мне кажется, правильно или неправильно. Если мир он не заброшен, то у мира и того, что происходит, есть смысл. Даже если я бы сейчас не понимаю. Это упование на Бога. Что он есть? В смысле, не как философское понятие, а как реальное присутствие в этом мире. Рядом. То есть, все у нас под, не знаю, не под контролем, но под божественным взглядом, управлением. И тогда... Теперь, это первое. Вторая важная, обязательная, очень важная составляющая взгляда в уверенность в Боге – это что Всевышний, он желает добра. И людям, и всему миру, и он скорее, да, более похож на любящего отца, чем на сурового надзирателя, где-нибудь там, не знаю, там, на Клэме, в лагере. И поэтому, даже если ты упал, если ты ошибся, что-то идет не так, уверенность упования на Бога говорит тебе, что страх – это хорошо, чтобы не делать глупостей. Но лишний страх не нужен. В чем у нас, кстати, страх? Почему страх этого мира перед миром будущим, он напрасный? Потому что при наступлении будущего мира мы не будем выбрасывать. Мы видим на это очень серьезный намек в воскрешении из мертвых. В конце концов, что говорит иудаизм, в конце всего, не будут там души наслаждаться близостью Бога. А тела мы похороним и забудем. И вот в служении происходило и телом, и душой, это Рамхан объясняет. То, по крайней мере, из-за этого телу тоже полагается получить награду. Я это сейчас беру, растягиваю немножко сюда. Так как этот мир, это был часть продвижения к будущему, и мы тоже полагается, что называется, остаться. Раф Кук сам в другом месте объясняет, что на самом-то деле у нас вообще нет таких двух миров полностью разных. на самом-то деле улучшая и продвигая этот мир, мы его превращаем в будущее. И поэтому все эти противопорачия вообще снимаются принципиально. И поэтому оказывается, что этому миру нет действительно смысла бояться мира будущего. Но пока это понимание приходит, этот мир действительно очень переживает за свое будущее и за будущий момент. Итак, как я это хочу все завершить. Мы действительно очень любим бояться больше, чем нужно. вот этот вот страх раскаивающегося, очень знаком нам. И вот здесь как бы источник упования, он нас вынимает из этого постоянного грязения ногтей, трясучки и успокаивает. Положись на Бога. Не в смысле, что я буду делать глупости, он меня вытащит, потому что он есть, он большой. Мне тоже, сказать, он начнет ничего сделать. Это вместе у кого-нибудь. И чудеса. Потому что на этот мир Всевышний смотрит благожелательно. И все под его управлением идет в колоритную сторону. Соответственно, слишком бояться не стоит. Да, и это, как Водесраф пишет, это очень важно. Давайте еще раз посмотрим. Это дает шарва, как это будет по-русски. Покой. Из сокровищницы уверенности в Бога, упования в Бога, да, приходит в покой. И страх принципиально исчезает в своей основе. Могучая башня, имя Господа, убежище для праведных. И он будет в безопасности. Низгал. И в святой уверенности, опять-таки, это упование на Бога, будут исправлены недостатки миров. И всего, что в них есть. Уповайте на Господа вовек, ибо Господь Бог твердыня вечная. Следующий отрок мы уже не успеем, но, по крайней мере, два мы осилили. Да, пожалуйста, как, что вас наш этот отрывок вызвал? Пожалуйста, как, что вы хотите? С чем поделиться? Ну, я как всегда. Знаете, вот общее впечатление от того, что делает страх, он удлиняет путь. Вот из всего сказанного, он реально удлиняет путь, как то дерево. То есть, если бы не было бы страха, были бы сразу плоды. Страх удлиняет путь к исправлению. Это в первую очередь. А во вторую очередь, то, что находится не в нашей, так сказать, юрисдикции, это мир будущего. Вот и бояться нечего. Это не твое дело. Вот не этого надо бояться. Надо бояться, собственно говоря, плохих людей и вкус себе и голову не испортить в этом мире. Вот этого надо бояться. Вот. А мир будущего, это, ну, не наше дело. В этом и есть упование. Нужно понимать, какое, где твое место и где ты можешь представить свою жизнь, какой она будет, ты представляй. Когда ты чувствуешься, ты представляй, что ты хочешь достигнуть. И оно так и будет. Ты просто будь уверен в этом. Вот это твоя юрисдикция. Представить себе, как ты хочешь жить. Успокоить себя, в конце концов. Без лишней тревожности. А то, что ты изменить, ну, реально не можешь, ну, и не надо об этом беспокоиться. И вот с тех самых пор, как и Земля, и Луна, как они решили, что они могут оспаривать решение Бога, то есть что-то там додумывать с того самого момента, так и люди. Вот нет бы посомневаться, когда Бога ослушиваются. Нет, они сомневаются совершенно в других вещах. То есть перевернуто все с ног на голову. Люди, не сомневаясь, ослушиваются заповедей, но зато сомневаются. вот в том, что их совершенно не касается. Я думаю, так. спасибо, Виктория. Спасибо. Я тут добавлю, как бы только немножко назвать, наветив, в Хамиставра. То есть мы действительно, так сказать, любим, слишком сомневаться там, где не надо. То есть и может быть действительно едет на место. Нет, я ничего не сказал. Давайте я помолчу, это будет по-сому. Хорошо. Да, но вот здесь как бы то, что мне понравилось, это вот такой взгляд на как мы видим уверенность Бога, вот именно что, вот как мне это представляется, что мир не брошен, мир не заброшен, и на мир есть взгляд и симпатия. Всевышний мне даже не нужно обещание, что все будет хорошо. В тот момент, когда у мира есть смысл, и он не оставлен, не сделан и забыдет, да, поиграли спросим, то это действительно придает уверенности, и мне кажется, это вот уверенность в Боге. Нет того, что он обязательно меня там поможет, спасет меня, а то, что как бы он присутствует вот здесь. это успокаивает, моргия, дает покой, уверенность, и можно бежать делать дальше. Ну, хорошо. Я очень рад был со всеми встречаться. Следующая встреча у нас с Божьей помощью, как всегда, перед Песахом, видимо, уже будет, через две недели. Всем до свидания. Натан, а можно я еще скажу? Да, конечно. Что на самом-то деле, вообще земля и все это было создано из любви. Земля не может быть покинута. Нужно было, ну, во-первых, интерес, это уже любовь. Интерес к сотворению. Так потом еще надо было место освободить. Это все с любовью делается. То есть изначально мир был создан из любви, поэтому он никак не может быть покинут. И базовые, так сказать, настройки, они очень хорошие. Окей, я объясню, что имеется в виду. Я не знаю, что имеется в виду, но, скажем так, то, что вы говорите, это объективная реальность. А то, что я говорю, это субъективно. Когда у нас было пророчество, то и время, и дело поклонникам было ясно и понятно, что все выщит, это рядом. А что с тем делать, как ему служить? Там вот это было либо и дело поклонства, либо служение Всевышнему. У нас уже несколько тысяч лет нет пророчества. Всевышний как бы шхина ушла, поднялась на небо. То есть по ощущениям субъективным Всевышний эту землю оставил. Кстати, это самое правширки, это полушутка, полуправда, такая серьезная. Неевреи почувствовали, что Всевышний оставил этот мир, что это как-то связано с евреями. А евреи этого не почувствовали, потому что маленькое божественное присутствие вместе с ними ушло в изгнание тоже. У них как бы какая-то связность была. Поэтому они особенно изменения почувствовали. Они, евреи, почувствовали, что Всевышний ушел, и это как-то связано с евреями. Из-за этого получилось, было переведено, сказать, вы убили нашего Бога. То есть субъективно у нас уже очень долго нет порочества. Как бы божественное присутствие, оно не проявляется и не ощущается и не ощущается в этом мире явно. С Божьей помощью скоро или уже сейчас это возвращается с возвращением сейчас евреев в страну Израиль. Но соответственно воплощением этого ощущения, это как бы это ощущение жизни, не ощущение какой-то философии или там сознаний. то человек чувствует объективный реальность ощущает. Божественное присутствие оно его не потрогайте и сейчас его нет. И поэтому сложно упование на Бога тоже. Это не знаю, это относится к нашему обсуждению или нет, но это немножко с другой темой, но я это вот так тоже решил добавить. Ну вот так. Спасибо большое, Натан. Всего хорошего. Спасибо вам за очень хорошие и полезные замечания и дополнения. И всем добрый вечер. До следующей встречи. Я же посчитал, у нас что-то пару месяцев мы заканчиваем книгу. Всего наилучшего. До свидания.